Субтитры сделал DimaTorzok Овертюр, это вторая часть, и сегодня мы с вами исследуем этот странный таинственный склад снизу. В общем, будет весело, как всегда. Ну или страшно-страшно. Ну конечно, страшно и весело одновременно. В разных ипостазиях. Тут уже будет страшно. Камечек не помешает. Ну назад мы не поднимемся. Не-не-не. Что-то я уже хочу вылезти отсюда обратно. Свои камни. Кажется, обвал здесь случился очень давно. Хотя недавно сюда кто-то пробрался. Вы же, что за тварь оставила эти следы? Судя по звукам, можно вполне успешно предположить, что это какие-нибудь паучки. Возможно, из вот этого всего можно смастерить выход. Ну, бочки я хочу ломать. Может быть, на этой сложности там ничего нет. Вот я, честно говоря, не помню. Вот если их ломать, там будет что-то рандомное? Например, там блютолеющий, там вельная говядина или факелы. Может быть, будет, а может, нет, я не помню. Ладно. Ну, ё-моё. Тут паутина. Да. Пауки и теснота. Не знаю, найду ли я в себе сил залезть туда. Мне всё время кажется, что я слышу шелест паучьих ножек. Нет, тебе не кажется. Хотя, может быть, это тоже отсылка, что он говорит. Мне кажется, что это всё галлюцинации, которые творятся в его голове. Да, лизоргиновая кислота делает лимит. Там фиг вы говоришь, ЛСД. Это да, вот она про неё шла речь в этих записках. Так что... Господи, это был паук? Я не люблю пауков. Мало кто любит пауков. Да, это был паук, вы видели. Вообще, скримерно было. Это что, сахара? Либо погнаться за пауком, либо пойти в обратную сторону и прямо. Ну и... Блин. Сигна самосохранения подсказывает идти подальше паука. Опа. Это лестница. Там что-то есть за лестницей. Тупик. Ага. А, ну если эту лестницу назад оттащить, наверное, мы сможем ей воспользоваться. По такой логике. Так что да, лучше заберём лестницу. Не знаю, зачем мы её спилили, чтобы паукам никто не залез, или пауки по ней каким-то чудом образом не поднялись. Да. То есть мы можем по кнопочку пользоваться ей. Ага. Всё, если что-то пойдёт не так, мы можем, по крайней мере, выбраться обратно. Это уже хорошо. Так. Он был слева. Направо бежал. Не знаю, куда идти. Ну как, здравомыслящие люди идти за пауком? Или как очень плохая идея. Там вообще что-то заросшее паутиной. Туда пока не пойдём, наверное. Сейчас сзади приползёт, будет очевидно. Да, это стрёмно. А-а-а. Ой. Жуткое зрелище. Хорошо, что он превратился в муми, или здесь можно было бы задохнуться от воня. Пёсик. Похож, кстати, на тех собак. Но без всяких вот этих вот. Это рисунок или это паутина? Наверное, паутина затянутая. Собака странная. Что тут вообще творится? Собаки странные, зомби какие-то. А, всё, кажется... Да, правильно. То есть, если мы идём напрямую, то мы можем пойти дальше вперёд под газ, о котором было предупреждение, если кто забыл. Либо мы можем пойти направо за паучком и найдём вот это. Чуть-то по себе. Я помню, что здесь паучки боятся фонаря. Если на них светить именно фонарём, они как бы... ошеломляются, улучшаются, не знаю, как это назвать. Ну, в общем, теряют ориентацию. Пространство. Это кладка яиц или... Или что? А, сухие старые пыльные мешки. Да, фух, военные. Факел лишний. Какие-то записки в журнале. Научные находки 1. День 1. Я начал вести этот дневник в надежде на то, что огромная научная работа, которую мы проделали, будет оценена по достоинству, несмотря на тот хаос, в который всё погрузилось. 6 часов тому назад. Я решил укрыться в безопасном месте и ждать, пока не придёт помощь. С этой целью я забаррикодировался в маленькой мастерской, расположенной в заброшенной части шахты. А, может быть, это он там наверху. Или нет. Зачем, мастерская дальше должна быть же, да? По графику. Я надеюсь, что несколько сухих пайков помогут мне не умереть от голода, а те, от кого я прячусь, не найдут меня. Может быть, эта шахта действительно проклята. Около 30 лет назад случилось то, из-за чего мы сюда и приехали, а сейчас, почти ровно 30 лет спустя, история повторяется снова. День 3. Я рассчитывал, что спасатели должны прибыть сегодня. Но могу предположить, что они ещё не нашли моё убежище, так как слишком занят эвакуацией других выживших. Если к завтрашнему дню они не появятся, я сам отправлюсь их искать. День 6. Моя первая ошибка заключалась в том, что я предположил, что меня будут искать спасатели. Моя вторая ошибка заключалась в том, что я предположил, что эта шахта не представляет опасности. Моя третья ошибка заключалась в том, что, исходя из этих двух предположений, я решил покинуть своё райское убежище. Я считаю, что прошло два дня с тех пор, как я покинул мастерскую и отправился на поиски спасателей. Я нашёл только неприятности. Я вышел к старым жилым помещениям, но, что любопытно, вообще не обнаружил никаких признаков жизни. Я попытался вернуться обратно, но в результате оказался в совершенно незнакомом районе шахты. Я был сбит с толку, но сосредоточился и попытался найти дорогу к мастерской, когда на меня напали какие-то дикие твари, которые живут в этой части старой шахты. Хотя эти представители фауны заинтересовали меня с научной точки зрения, я решил уйти оттуда, но вскоре обнаружил, что их очень много и они окружают меня. Я повернулся и побежал во время погони. Я сильно ударился локтём, но сейчас пришёл к выводу, что это не перелом, а обычное растяжение. В течение какого-то времени я прятался в темноте, но несколько часов назад я обнаружил дверь, ведущую в меньшую заброшенную часть шахты. Ключ от этой двери сейчас лежит у меня в кармане. В этом районе нашёл хранилище и думаю, что... А, склад, возможно, про него речь идёт. И думаю, что некоторое время я буду в нём в безопасности. Всё это место в самый настоящий лабиринт. Я усвоил урок. Я ни за что не выйду отсюда, если не буду уверен в том, что старую же мне ничего не угрожает. День девятнадцатый. Спасателей я уже не верю. Запас продуктов тает. Здесь полно пауков. Я не люблю пауков. Кстати, такая же фраза. Я не люблю пауков, я не люблю пауков. Он учёный, он учёный преподаватель. Возможно, тоже какая-то аллюзия, я хочу обратить ваше внимание. День тридцатчёртый. Я проснулся сегодня утром и обнаружил, что одна из этих мерзких восьминогих тварей забралась ко мне в рот, пока я спал. В одниожиданности я его проглотил. Меня заботит не сам факт глотания. Я-то... Что, я не знаю, к какому виду принадлежит этот паук? Этот паук, наверное, имел с виду. Вряд ли эти пещерные пауки ядовиты, но всё же такая вероятность есть, и я немного переживаю. Ну да, съел паука какого-то непонятного, но я немного переживаю. День тридцат пятый. К этому времени любой яд уже должен был... должен был подействовать, но это не произошло. А значит, что сегодня у меня впервые за долгое время появился повод для праздника. В причастливой случайности вчера я открыл для себя практически нещерпаемый источник пищи. Во имя науки я собираюсь спуститься в подвал под хранилищем, ага, вот этот самый, и узнать побольше естественной среди обитания этих же созданий. День пятидесятый. Вот уже четыре дня я питаюсь только пауками. Сначала у меня никак не получалось наловить достаточно количество этих маленьких тварей, но удачно улыбнулось мне. Когда сели батарейки в моём фонарике, я сделал ещё одно открытие, которое спасло мою жизнь, мне жизнь. Паукам нравится полная темнота. Теперь, когда у меня нет света, мне нужно просто не двигаться и в течение некоторого времени, и вскоре вокруг меня соберётся достаточно пауков, чтобы на ясно дотвало. Записки обрываются. Это как раз про то, что фонарик слепит. Интересно, если я так сделаю. По-моему, это очень плохая идея. Нет, 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 не надо, не надо. А то сейчас реально прибегут. Может быть тут и имеется в виду, что мы должны ходить хотя бы с такой вот лампочкой. В идеале, конечно, с таким, но я его не хочу сажать. Запасы нет. Так, тут надо очень аккуратно быть. Этот пар может мгновенно сжечь вплоть до костей. Видел такое однажды. Ну ты же физик. Ай! Тиранул чуть-чуть. Не чувствую руки и ноги. Думаю, я сильно улеп. Пар моглило. Так, тут можно пойти дальше, можно пойти сюда. Что-то у нас... А, а чему тут медленно входим? Если бы не размеры, я бы сказал, что эти кусочки напоминают не яичную скорлупу. Да, так и есть, но это большая скорлупа, из которой выпился этот паук. Жутко. Пока у нас всего два блютолечка, не буду утратить. Какие-то записи. Научные находки 2. Ага, следующая ступочка. День 71. Мои предыдущие предположения о том, что в организме моих восьминогих соседей не содержатся до этих веществ, не подтвердились. В результате тщательно проведенного вскрытия я обнаружил, что в брюшке паука содержатся токсичные вещества. А, все-таки они ядовитые. Если их принимать внутрь достаточно регулярно, это может повлиять на психику или даже привести к смерти. У меня остался только один шанс. Выйти отсюда и найти другой источник пищи. Однако, существует три неопределимых непределимых причины, по которым я не хочу уходить отсюда. Первое. У меня нет источника света. Второе. Я портелся, что уйду отсюда, только если услышу снаружи уже человеческие голоса. Третье. Пауки такие вкусные. Все, походу, психику у чувака уже едет. День 100. Если судить по отметкам, которые я делал на стене, и записи моих в дневнике, не знаю, возможно, в темноте я пишу слишком неразборчиво. Сегодня 100 день моей новой жизни. Жесть. Это почти 1,34 года. За прошедший месяц мои друзья стали очень агрессивными, увеличились в размерах и сильно расплодились. Не знаю, каким образом это связано с моим влиянием на их экосистему, но если так будет продолжаться, скоро они не смогут пролезать через трещины в стенах. Насколько мне известно, это всего лишь вершина айсберга. Если все это напрасно и меня никогда не найдут, я надеюсь, что хотя бы мой трактат, посвященный этим очаровательным созданием, будет считаться огромным вкладом в естественные науки. Самые великие открытия современности совершаются благодаря случайностям, а не труду и таланту. Кажется, это правило распространяется и на мое открытие этого невероятно вкусного вида пауков. И только, моли бога, что бы на меня не распространялось. Второе правило. Все великие изобретения стремятся поглотить своего создателя. Да уж, жутко, жутко. Что-то у нас со здоровьем откачиваемся. Походу, нет. Да, это и скорлупа, из которой они валяются. По-моему, уже потихоньку откачивается. Подождите, а тут можно бегать? Нет, блин. То есть мы... Нет, все-таки одну таблетку я сожру. Я здоров. Потому что я не хочу рисковать. Что тут не судит? Тайминги жесткие. Прям чуть-чуть-чуть-чуть надо успеть. Хотя, возможно, это... Там вообще попали. Из-за сложности. Вот, кажется, и все, что осталось в подвальном хранилище. Этот замок выглядит очень старым. Пока замок заперт, я не смогу открыть люк. Это поможет? Да, это поможет. Можешь сердце подергать. И еще тут... О! То, что надо. Я слышу такой звук, как будто одна из труп прохудилась. Да, мы это видели. Может быть, его закоротить надо? Что такое? О, все. Аппаратно выйдем нормально. Фух. Бутылка жидкости для зажигалок. А если ее на зажигалку? Теперь она должна работать. Направление готово. А, то есть ее нельзя взять в руки, да? Нет. Ладно, я уже думал, можно пучков поджигать. Больница грей. Что за грей? Больница серая. Серый цвет. Так, у нас есть зажигалка. Это хорошо. Тут у нас аптечки, патроны. Батарейки. Самые обычные сундуки. Да, так и есть. Вот и все, что осталось от этого места. Тут у нас ничего нет. Сзади. Тут у нас замок мы забрать не можем. Ну, как бы ничего нет. Надо идти обратно. Но мне интересно, паучок от нас убегает? Он тут реально ходит или нас просто пугает? Не знаю, но надо подвабираться отсюда. Так, по-моему, мы шли так, да? Тут мы все осмотрели на самом пути. По-моему, так я не забудился. Или напугало. Неожиданно было там рожу, ведь я думал, что вот сюда мы выйдем, а тут такая руша собаки. Конечно, стремно. Опа. Это, походу, песик добрался до него. Посмотреть. Скорее всего, дверь открыта, но я что-то не очень хочу туда идти. Хорошая идея. Ну, у нас выбора-то, я думаю, и нет. Дверка закрылась. Я думаю, здесь кого-то тащили. Никогда не видел столько крови. У меня был такой шанс что-нибудь узнать. Кто же здесь еще прячется? Ничего не знаю. Для начала бы сохраниться бы надо, я думаю, это будет логично. Текст то же самое. Там, по-моему, текст от числа найденных артефактов зависит. Ахрен с молотком, лучше уходить. Кстати, молотком вот так можно пить собак, там, паучков. Первая пенубра, это, по-моему, единственная часть из трех пенубр, где их можно убить. У остальных только вы их оглушаете, но не убиваете, вроде как. То есть, как вы не стараетесь, вы их не убьете. Конечно, белый, светло-красный. Валенки. Мы пришли. Обе двери были закрыты, так? Куда для начала? Ну, сидел он там, поэтому, я думаю, будет логично начать зайти сюда. Я мое. Столько кровяки. Вот еще дверь. Сейчас увидишь, что ты с собакой побежишь нахрен без остановки. Карандаш. А, просто так. Чтобы его... Карандаш, надеюсь, упал. Старый потертый ключ, но, похоже, целый. Ага. Последние слова сумасшедшего. День двухсотый. Прошло уже немало времени с тех пор, как я писал об открытиях, связанных с пауками, с которыми мне пришлось жить вместе последние восемь месяцев. Это все из-за того, что я был вынужден убраться с их территории. Не так давно они стали слишком агрессивными, и я попытался забаррикадировать вход в их логово и перебрался в одну из маленьких комнат наверху, оборудованную работающим замком. Еще одна причина заключается в том, что мне пришлось восстанавливаться после небольшой хирургической операции, которая провела над собой без анестезии. Даже если бы в моем распоряжении были бы хирургические инструменты и анестезия, то есть еще без инструментов ее делал, я не мог позволить затуманить себе сознание и от обезболивания все равно бы пришлось отказаться. Что касается хирургических инструментов, они ржавеют и стареют. Поэтому больше доверяю своему перочинному ножу. Сама операция была простой. Ампутация неважного для жизни органа. Я заметил, что мой язык регулярно покрывался толстым слоем выделений похожих на клей и был вынужден предположить, что это заражение вызвано регулярно приемом внутрь токсичных веществ. Он что, себе язык отхреначил? Перочин в ножик? Ой, е-мое. Бля, это вообще-то... Ну, во-первых, неприятно, особенно если вы это представили. А во-вторых... Попробуйте, представьте. А во-вторых, это что? Ну, это опасно. Знаете, сколько крови оттуда? Там много чего проходит. Вообще-то жестко. День трехсотый. Почти целый год. Прошло еще целых сто дней. Кажется, что я уже очень давно живу здесь. В какой-то момент после того, как я сделал предыдущую запись, я решил вернуться сюда, вернуться туда, откуда пришел. То, чего я тогда сбежал, показалось мне гораздо худшей судьбой, чем то, с чем мне приходится сталкиваться сейчас. Однако, после того, как я покинул большую шахту, там случился обвал и переградил дорогу. Поэтому я был вынужден вернуться и принять то, что готовил мне судьба. А все еще слышу, как мои злобные маленькие друзья царапают своими ламками дверь моей камеры. Хи-хи-хи. Да, уж мы их видели. Одного точнее. Значит, походу у него крыша поехала. Это его заметки. Ну, это мне уже больше нравится, хотя я все равно ничего не понимаю. Давайте запрыгнуть, посмотреть. Так, тут типа, что они уходят? Это он, избитый сумасшедший. Это пауки. Направо. Ну, это мы уходили направо. Значит, это относительно свежий, учитывая, какая тут заброшенная шахта, и сколько времени она тут заброшена. Это, походу, 300 дней назад все это случилось, что-то он начал об этом писать, но это не точно. Потому что, может быть, он просто перестал вести записи. В шкафах ничего нет. Наклады, справки и сводки за много лет просто лежат здесь и собирают пыль. Наверное, у многих, у моих ног лежит целая эпоха. Эх, жаль, что нельзя их как-то запечатлеть. Вылет так, как будто его вырезали ножом. А, ну да, это значит, его рисунки он ножом же себе язык отрезал, значит, он еще их выцарапывал. Чувак начал сходить с ума. Может быть, от психотропных вещей, от операции по удалению языка он зарисовал. Жесть. Пауки, пауки, пауки. Сам большой паук, который я только что видел, кто-то выпустил ему кишки. Я боюсь подходить, но если он дохлый... Нет, вроде дохлый. Вот такие вот пучки тут бегают, нормально, да? А это язык, который он отхреначил. Кстати, его можно подруг. Ну, что-то большой язык для человека. Начал мутировать, походу. Я помню такой прикол, он раньше был распространен в материалах об этой игре. Такой, как бы, прикольчик, я бы сказал. Я тоже должен был это сделать, я не удержался положить язык ему на него сверху. Потому что я до сих пор это встречал, постит, прикалывается вот такую вот картинку с языком, так что немного юмора не помешает, тут пусто. Вот. Хотя мы можем еще вот так сделать. чтобы не шокировать тех, кто сюда придет. Если кто-то сюда еще придет. Так, хорошо, тут мы осмотрелись. Больше я ничего тут не наблюдаю. Там еще одна комната луна. Тут кого-то тащил. Ох, ездить. Ох. Эта дара слишком узкая для человека. Даже если бы она была бы пошире, я все равно к ней подошел бы. Кто прозил этот тоннель? Булочки, скорее всего, я так полагаю. Это что, пауки к нему? Нет. Что тут у нас в столе? О, где пачки мяса вяленого. Ну, мелочь и мелочь, приятно. Сейчас на наш ведь выпрыгнет, да, его туда утащили. Но только кто? Пауки. Вроде как, был звук собаки. Похоже на собак. Звук собаки. Да, звучит весело. Похоже на собаку был вообще-то. Как будто собака выломала дверь, растерзал, его потащил, потому что пауки вряд ли бы вот так до крови растерзали. Может, собака вместе с камень. Непонятно, в общем. Она сама закрылась? Я вроде не закрывал. Ладно, давайте сохранимся и пойдем отсюда. Наверное, я никогда к этому не приплю. А отчего этот ключ? Наверное, пригодится. Нет, но он нам не пригодится. Можно его выкинуть? Нет. Почти полный фонарик. Только один процент посадили. Там опять эта собака будет сейчас, да? Ладно, если очень аккуратно все делать, мы будем в норме. Так, фонарик лучше убрать сразу, нафиг. Ну, что еще вот так передвигаться? Это более безопасно. Инфо. Один раз нас укусит, мы, скорее всего, сдохнем. Но в лучшем случае еще... ай, мышка, мышка. Мастерская дальше. Она где-то ходит, я хочу бочку разбить. Наверное, у них ничего нет. Либо на такой сложности нет. Сделал заметку на всякий случай. В шахте нужно заперть ту дверь. От нее ключ может быть? Да. Закрой нафиг ее. Почкой задвину. Щит. Хм, это неплохая здесь бригадирия. Если собака вернется, я хочу, чтобы она ко мне подкралась. Блядь. Да, она здесь. О, карта. Мне, думаю, она не сюда. Я не знаю, что эти мишки может быть обломки породы. Так. Старая бетономешалка видела лучше. Блядь. Я испугался. Ее можно покрутить. Я просто думал, он не разобьется. Он просто ответит. Тренитор Толуол. Применялся для строя на кушарках. Но я не вижу взрывателя. Хотя она там ломается. Я лучше подожду. С молотком в руках. А что мне еще остается? Хотя вроде ее нет. Блядь. Есть. Если что, бьем по бочке. Это пугает. Еще и музыка такая нагнетающая. Музыка топовая. Напоминает музыку и шестерей часа. Некоторым мотивом точнее. Входи. Входи. Сейчас буду пародировать копатель Анали. Уходи. Он вообще уйдет оттуда или нет? Главное не пить по Нитритолуолу. Не бросать его, а то будет наверное большой бабах. Не знаю зачем, но я ее заберу. Он же говорит там что-то завалило. Наверное надо будет взорвать породу. Ладно, собаку не бросить. Я маньяк. Идем, 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 идем. Мы смотрим назад. Блядь. Нравится мне эти звуки. Зачем вообще нам взорвать? Куда мы вообще идем? Блядь. Не толкать бочку, а то еще взорвется. Хотя Тритритолуол мы считали он не так чувствительный как динамит. А, он наверное завалил наконец. Должно быть это и есть единственный выход он завален. Возможно этот обвал случился много лет назад. Я не хочу рисковать своей жизнью, здесь все может обвалиться. Но все же если я хочу найти выход не нужно убрать эту преграду. Должно же здесь быть что-то с чем я смогу воспользоваться. быть какая-нибудь старая промышленная взорвчатка. Взорвчатка у нас есть. Может ее поставить туда? Да. О, вот, да. Старый клочок бумаги со склеенфразами. Моя любимая мастерская. Я в восторге от своей мастерской. Во-первых, она просторная. Во-вторых, это отличное охотничье угодья. Ни один человек не удержится от того, чтобы не попробовать изысканное блюдо из 4-х сороконожек подсосанной слизи. Сегодня рыжий смог поймать их целых 8 штук и будет делать это и в дальнейшем. Возможно все это благодаря кодовому замку, который я установил на двери. Да, еще рыжий сегодня зачем-то все делает наоборот. Наоборот выделил тоже. Какой-то бред. ну рыжий ладно, промолчил. Рыжий это вообще-то культовая персона. Пока молчим. Писик. Вам нравятся письки? Письки? Письки, письки. А, собаки. Я люблю собаку. Только Панина, я знаю, сюда надо Панина позвать. Тогда не собаки будут бегать за нами, если что, а собаки от Панина. что-то заблудился. Куда вообще идем? Главное на собаку нарваться, это будет вообще весело. Блин, она так закотная. Тут вообще идеальная нычка просто. Разработчики постарались продумать карту очень хорошо. Главное не нарваться на собаку, а если нарываться, то вовремя от нее как бы сдрапануть. Она вроде там по центру шатается, там еще интересного не было. Я надеюсь мы еще не пропустили там. Фух, мы спасены. Относительно. Вот мастерская. Заперта, вероятно не нужно ввести код на панели. Я сделал заметку на всякий случай. Нужно найти код к замку на двери мастерской. А, вот и панелька. Код в замок в очень странном месте и он гораздо новее, чем вся эта шахта. Так, ну очевидно, что вот в этой записочке он пишет наоборот, значит надо с конца набирать. Значит 8412. 8412. 8, 4, 1, 2. Так. Фух. Не, эта игра вас будет держать напряжение на самом последнем моменте. Так. Я не знаю, есть ли тут собака, но опыт предыдущих локаций показывает, что в мини подлокациях противников не бывает. Скорее всего, это правило потом будет нарушено, но пока оно работает, поэтому можем тут хоть фух, посвободнее вздохнуть и замечательно. Мои шансы взорвать зачатку, при этом лечиться какой-нибудь части тела значительно повысились. А что я сделал? А, хлопкова нить нашел. Нить достаточно длинная, чтобы изготовить запал. А, наверное, надо будет запал по той инструкции изготовить, чтобы взорвать то... А что-то написано, кстати. А тут уже не перевели. Так, хлопковая нитка. Взорвать надо будет ту бочку, сделать запал для нее и поджечь зажигалкой. Для этого и топливо, он фон, для зажигалки. Она старая, гнутая, но острая на пощупь. Банки. Наверное, это как-то связано с тем, что здесь происходит. Если я продолжу экспериментировать, я могу узнать что-нибудь важное. Или получу инфаркт. Ну да. Вообще, в принципе, это правда. Об игре, по крайней мере. пауки. Хочу сюда идти. Ну тут решетка. Они решетку не откроют, я думаю. Ага, она такая решетка. Еще открывается хотя бы... А, ну если она открывается на... Ну туда, значит, они не пройдут сюда, если что-то пойдет. Я не хочу сюда идти, отстаньте. от меня. Ай, дергать, не надо. Что за звуки? Это запасное колесо. Конечно, в свое время ими немало поработали. Не думаю, что мне понравилось бы здесь работать. Наверное, это было бы ужасно. Может быть, ты тут и работал. Так, ну тут вроде все. Ну, я думаю... На этот агрегат очень древний. Я даже не представляю, для чего он нужен. Руду перемалать, наверное. О! Такое впечатление, что отверстие находится на глубине трех футов под поверхностью. Свет отражается через толщину льда. А, то есть... Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Типа раскопать не их, посмотри. О-о-о! Хо-хо-хо! Кирка. А это подсказка на случай, если вдруг мы не увидели ее. Старая шутерская кирка. О! О! Второе оружие. Помощнее молота будет. Так, зажигалку убрать. Поставим ее на второй слот. Махает дольше, но бьет, наверное, сильней. Ну да. Это штука не поработает. Не только трубануть, если ее по фону. Звукудар другой. Камни не бьет она. Добро пожаловать в копатель онлайн. А собакам надо говорить уходи. Тогда все сходится. Здесь есть все необходимое, чтобы владеть профессией плотника. Ну, может быть так, но не особо тригарю желания. А, все-таки тут лесопилка была. Там заготовлены бренышки. Все тут вроде ничего нет. Ага, браво! Вы получили, поздравляем, вы получили кирку. Ну, хотя бы оружие выглядит посолиднее, согласитесь. Наверное, я к этому никогда не привыкну. К паучкам идти. Но они же по-любому тут есть. Я вам, я вам точно говорю, они тут есть. Еще тут вот, подсветка пугает, а так как автосохранение выглядит. С лесного паутина. Будем надеяться, что эту дыру проковыряли не пауки. Но если пауки такие дыры проковыривают, это должно пугать. Ничего там и по себе. Они еще сейчас вылезут как-нибудь. Нравится мне этот звук. Там вообще все паутин затянут. Ух, пипец. Пипец, это даже, наверное, не пипец, это пи... Это месте ужасное состояние. Это от того, что здесь давно ничего не ремонтировали или кто-нибудь специально постарался. Опа. Электрическое ограждение, причем недавно установленное. Нужно найти способ переворачить из него. Ага, значит, что-то здесь все-таки живо есть. Что я сделал? С чем на свет вырубил? Блин. Сейчас пауки сюда прибегут. Почему я могу его обратно включить? Хотя, возможно, мы так пауков запугаем, типа они на свет не пойдут. Почему мы можем... Кстати, лампа горит до сих пор. Это значит, что-то здесь было относительно недавно. Так, вижу. Факел нашли. Бочки тут. Бррр! У меня по коже бегут мурашки, даже если я просто смотрю на паутина. Ох, да. Паутина пугает. А! Все ясно. На всякий случай, я думаю, будет не лишним проход открыть. Зачем я погасил свет, я не знаю. А бочки я притащу. А, тут мы их не протащим. Надо, кажется, в ту сторону тащить. Чтоб перебраться через ту крокозябру. А мы... Блэ... Подождите, а что... Это не сработает? Просто... Там же барьер. И нам бы пригодились бочки, но они типа... А! Физика в помощь, кстати. Это же игра с головоломками, не забывайте. Так. Сейчас все будет. Или нет? По-моему, должно было так сработать. В моем воображении. Я ставлю палочку, ящик, кстати, туда пригодится нам, наверное. Я ставлю вот эту палочку. По этой палочке я закатываю бочку. Может быть, и где надо? Нет еще палочка? Есть. Бочка. Не очень удобно это располагать. Мы можем вот так сделать. А! Вот, точно. Вот так. Блин, что с тобой? Да, вот так вот. И бочку так я могу покрутить. Бочка проблемы. Опа, развернули. Ну, опять же, это гипотенуза. Я не знаю, насколько... Стой, 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 стой! Чуть-чуть угол не торплю. Вот, вот так вот. Блядь! Издеваетесь? А в жопу? Нет, скорее всего, должно быть другое решение. Либо... Вот тут потоньше вроде. Ладно, пока в жопу бочки. Нам надо... Туда пробраться. Притащить бочки, например. А, тут вообще сломанная катка. Есть вот такие ящички. Может, из них можно соорудить. Там еще один был такой. Но одна ошибка, им и трупы. Я думаю... Я уж это был искать, я надеюсь. Но потом я помню, что... Так. Как-то рискованно. Я пойду сохранить лучше. Хрен знает еще, получится или нет. Запросто может не получиться. Не знаю, уж к этому прибыль, не шаг. Не знаю, паучки тут не появляются, потому что мы со светом ходим, или почему. Вообще, я думаю, что мы не перепрыгнем. В шопу. Нет. Перепрыгали. Фух. Усправились. Аккумулятор. Аккумулятор. Все теперь эта штука не опасна. А. Фух. Я же была... Думаю, мы сейчас сдохнем. В общем, могли. Взрывчатка. Вот это совсем другое дело. Вот это. Заперто. Вот черт, а как мне туда попасть? Хотя здесь действительно нет очень старой и хлипкой. А-а-а. На это намекаешь? Фух. О, преимущество кирки. Мы можем в ламу деревьев. Ладно, смотрим, что тут у нас. Это похоже на хлопушки. Маленькие взрывы снаряды. Семь сурвей. Так. Не знаю, я бы не стал их трогать. О, шашка. Я стараюсь не пользоваться старой зачаткой, но, похоже, придется. А, то есть мы можем бросить и взорвать противника. Что? Бочонок с порохом. Отлично. Крычка есть небольшое отверстие, но она слишком маленькая. Что, даже нет? Я слишком маленькая, я могу просунуть к нему веревку. Как бы сказать, помягче. Вот эта дырка маленькая, чтобы даже веревку не засунем. По идее, порох не должен взорваться, если мы его... Умные люди не будем. Близко дело так, мы сделаем так. Понятно. Ладно. А, вот порох. Сколько порох? Вот что мне нужно. Я думаю, совсем не о том, чтобы есть инструкция. Сначала мне нужно чем-то продать. А, декстерином ее. Сейчас. Намочил в декстерине, теперь порох должен слипнуться. И мы же, чтобы он слипся. Влажная хлопка нить. Нить смочен в декстерине. Теперь нам нужен только порох. Немного удачи, один фитиль уже готов. Невероятно, это первый запал, который я изготовил. В своей жизни. Мне вот интересно, эти штучки можно как-то юзать, или лучше не надо? Лопушка. А если в экспериментальных целях? А у нас же зажигалка. Кстати. А-а-а, я вас понял. А давайте поэкспериментируем, чисто по фану. Хе-хе. Сейчас чисто по фану сдохнем. Черт, о чем я думаю. Ну. Серьезно? Хе. Фи. Небезопасно. Ну, как бы. Нет, здесь нет ничего интересного. Ну, наверное, да. Наша основная задача была, что? Сделать нитку, чтобы туда вставить. Потом поджечь. Ну, как бы погнали обратно к нашей собачке. Только изгороди вот эта батарея. По всей видимости, эту установили совсем недавно. Да, значит, тут еще живые люди есть в этом месте. Ну, которые выживают. Не знаю, лучше пойти подсюда нахрен. С такими паучками и дверь закрыть обязательно. Потому что они ее сами не откроют. Она же туда открывается, а они на себе ее не откроют. Здесь, конечно... Да нет, вряд ли. Вроде все. Погнали отсюда. Наверное, к этому никогда не привыкну. Сейчас будет мясо. Так, теперь мы идем обратно. Вставляем... Дайте мне карту посмотреть. Ага. А, ну тут все просто. На самом-то деле. Главное, на песик не нарваться. Песик, смотрю, только в центре тусуется там. Ну, в центре мы все осмотрели. Нам туда не надо идти. Он тут не ходит. Если мы его, конечно, не сагрим. Что я делать не собираюсь. Фух, жесть. Там, наверное, только ныкалка. Ныкалка. Так, теперь надо бомбануть его, да? Так, запал есть. Фитиль готов. Одна из краев, все взлетит на воздух. Я надеюсь, что не погибну при взрыве. Там как бы намекают, что надо будет бежать. Не знаю, сагрим мы песик или нет. Фитиль говорит быстрее, чем в одном. Бегом к укрытию. Это пойдет за укрытие. Сейчас взрываемся. Фух. Все. Пес что, на это никак не среагирует? Его проблемы. Текаем. Здесь узковато, но придется попробовать. Всегда боялась тесноты. Ой, реально. Очень тонко там, узко. Когда я оглядываюсь назад, я не могу понять, что заставило меня спускаться все глубже в шахту. Может быть, раздражение от мысли, что я все еще жив. Или нечто, спрятанное в самой глубине моей души. Теперь я понимаю, что лучше бы я разбился или умер от голода, чем сделал бы первый шаг по этой дороге, которая привела меня сюда. И вот, я сижу здесь и пишу тебе в надежде, что ты прочтешь мое письмо, и у тебя будет все необходимое, чтобы положить конец этой истории. Фух. Где моя? Меня пугает, что звук здесь еще. Гуру 24Т. А, оно открывается. Контейнера. Значит, он не задумался. Мы оттуда пришли, да. А, обратно, то есть... А как он туда поп... А, завалил аж. Ну, допустим. То есть тут не должно быть... Ладно. Не будем на голову. Это то ли фонарик, то ли громкоговоритель. Теперь поймешь. Груз 24 тонны. Или просто Т. Коробка. Кто-то забаррикадировал, чтобы все это не прошло. Я просто уже на рефлексе хожу в присядку, чтобы... Вдруг тут кто-то ходить будет. Или ходит. Генератор, наверное. Здесь все звучит совсем по-другому. Совсем не так, как на поверхности. Даже камень падает с таким звуком. Словно на чем-то кричит. А уж. Либо тебя глючит, либо... Открывайся. Я закрою дверку. Правило хорошо, что оно. Это канистры с пропаном. О, здесь Хэнхилл был. Из... Царь игры. Ну, продается пропаны из сопутствующих товаров. Ну, надо хоть как-то разряжать обстановку, а то тут реально с ума сойти можно, если... Как-то стена страны выделяется. Чтобы с этого, не знаю, там, сердце не лопнуло со страху. Наши дни с помощью такого кабеля можно обеспечить электричеством целый квартал. Он холодный, а значит, не находится под напряжением. Ну да, потому что нагревается ток. Вы, если бы, надеюсь, это знали. Потому что ж идут же, частицы движутся. Должны же здесь быть аварийные системы электропитания. Мне кажется, что через такую систему нагрузка. Мы в генератор мы попали. О, ё. Опа, акции, эти... Почти полная. В запасы не буду тратить. Нет. Здесь полностью заряженный фонарик у нас. Что тут у нас? Служба будет инструкция к генератору. О, освещение запустил. Генератор. Тип 7G. Инструкция к генератору. Генератор Стилберга модели 7G. Поздравляем вас с приобретением изделия модели 7, собранного на нашей производственной линии. Мы не сомневаемся в том, что вам понравится ваша новая дублирующая электростанция, работающая на бензине. Ниже мы познакомим вас с некоторыми новыми особенностями модели 7G. Уменьшен взнос отдельных деталей. Вместо механического стартера установлен стартер, работающий от батарейки. Постоянная смазка оборудования в процессе производства может повлечь за собой несчастный случай. Поэтому в этой модели установлена усовершенствованная система управления смазкой. Установка эксплуатации электрической изоляции стоит очень дорого, поэтому экономичная модель 7G, если на английский упускается без нее. То есть нет изоляции. Это должно нас предупреждать, чтобы настолько мне долбануло. Многое другое. Руководство по быстрому запуску. На случай перегрева 7G убедитесь в том, что вблизи электростанции нет людей или другого оборудования. Второе. Подсоедините и поддерживайте вторичный поток, отрегулировав соответствующий клапан. Третье. Включите систему охлаждения, чтобы избежать перегрева. Четвертое. Выпустите лишний пар, чтобы давление не перевышало допустимый уровень. Пятое. Включите подачу смазки, удостоверившись в том, что протечка сведена к минимуму. Шестое. Откройте главный распределительный клапан и поддерживайте главный поток. Седьмое. Потяните за главный рычаг. Восьмое. Проверите выход энергии. Ваша гренада должен работать на полную мощность. Тут точка. Должна быть из большой буквы. Значит, она другую запускать, очевидно. Ох. Сколько рычагов. Хм. Мне показалось, что я на мгновение покинул свое тело. Но я не остался здесь, а как бы оказался в другом месте. Что это такое? Сохранение. Добро пожаловать в мир сохранений. Так, мы сейчас осмотрим эту комнату. Просто я хочу вернуться назад, кое-что проверить. Мне просто интересно, раз уж мы сохранились. Вот эту штуку дробовать. Ладно, давайте, наверное, на этой ноте закончим. Тут я смотрю, замысловатая система. Ох, ё-моё. Ну, догадаться можно, что я ищу, наверное. Ой, тут вообще стерлась. Ладно, будем разбираться в следующей части. Да, на сегодня хватит. Итак, мы слишком много конструктивного поработали, я думаю, будет правильно закончить. Сегодня мы еще дальше погружаемся вглубь этой шахты, узнаем много новых жутких вещей, что-то паучки такие ползают опасные. И... Что-то ученый только что был жив. Тут я смотрю, даже еще живые люди, как будто шахта давным-давно заброшена, всеми уже позабыто, но какие-то люди еще умудряются в этом месте выживать. Возможно, теперь сам по себе, кстати говоря, причиняя страдания. Проще было просто подкинуться. Ох, да, это место довольно интересное. Ладно, на связи с планом кабацкий мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующих видео на нашем своем старом добром кассиротином канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok